Европейский союз Европейский союз это политическая структура, таможенный союз, это экономическая договоренность между этими странами. То есть, если в Европейском союзе существуют определенные нормы, в таможенном союзе просто есть договоренность этих стран по упрощению определенных процедур, которые в конечном итоге помогают развитию экономики этих стран. Да, я тоже сторонник того, чтобы в Молдове не было вот этой разделенности, что сторонники таможенного союза это только граждане русскоговорящие или граждане по национальности россияне, украинцы, белорусы и так далее. Мы рассматриваем таможенный союз как механизм, как способ, как партнер, если хотите, в реализации экономических проектов в Республике Молдова. И все, значит, присоединение Молдовы к таможенному союзу, к договорам об учреждении в РЗС и таможенный союз дает возможность Республике Молдова использовать вот это членство в этой организации для того, чтобы на территории Молдовы привлечь и инвестиции, и создавать производство и так далее. Когда лидеры Альянса за европейскую интеграцию говорят, что вот мы хотим в Европу, такие слова и такие декларации только делают люди, которые не способны на себя взять ответственность за страну, взять на себя ответственность за то, что происходит в этой стране. И поэтому, когда мы говорим, или те сторонники, которые говорят, что Молдова должна присоединиться к таможенному союзу, мы не видим там спасения. Мы видим механизмы, мы видим способы, как через присоединение Молдовы к таможенному союзу мы можем улучшить жизнь в Молдове, мы можем создавать предприятия, мы можем запустить, скажем так, экономику Республики Молдова. Поэтому, если судить или делать полный анализ, что нам дает присоединение Молдовы к таможенному союзу, ни в коем случае не нужно связать с историей, с языком, с какими-то другими отношениями с Россией. Плюс к этому, хочу отметить, что мы, когда говорим и объявляем, что Молдова должна присоединиться к таможенному союзу, это не означает, что Молдова теряет независимость в принятии решения. И обратите внимание, мы всегда говорили о необходимости присоединения Молдовы к таможенному союзу и Евразии. Мы не говорили о присоединении Молдовы к Евразийскому союзу, потому что такой структуры еще не существует. И те люди, которые стараются одурачивать людей и находить определенные слова для того, чтобы показать, что Евразийский союз или евразийское сообщество – это плохо, а Европейский союз – это что-то хорошо, они умышленно это делают, понимая, что такой структуры нет. И вот люди начнут сейчас думать, а чем отличается таможенный союз, это Европейский союз, а что еще такое Евразийский союз, значит, уже несколько союзов на евразийское пространство. И таким образом люди просто не будут понимать, чем отличается один союз от другого. А Альянс, имея все рычаги власти, в том числе и масс-медийные ресурсы, телевидение, в том числе и общественное телевидение, они вот стараются таким образом передать ложную информацию гражданам Республики Молдова. Более того, я, может быть, забегаю немножко вперед, но я хочу напомнить, что когда Социал-демократическая партия организовала кампанию по сбору подписей, из тех 230 тысяч людей, которые подписались за проведение референдума, это не были люди, которые разговаривают на русском, это не россияне, это не какие-то, не знаю, другие, значит, граждане других государств, которые, как бы, приближенные к таможенному союзу. Это граждане Республики Молдова, которые разговаривают и на молдавском, и на русском, которые прекрасно понимают, в какой ситуации они живут, которые чувствуют каждый день те нужды, проблемы, с которыми они сталкиваются. И вот эти граждане, которые поддерживают эту идею для того, чтобы мы быстрее и качественнее могли исправить и решить проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся.